МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что ж, вот мой дозиметр немножко потрескивает, что неудивительно, потому что совсем рядом четвёртый разрушенный энергоблок, вот он, сейчас на моём дозиметре 260 микрорентген в час. Это чистое гамма-излучение, которое исходит непосредственно от реактора. В принципе, достаточно терпимо, особенно по сравнению с некоторыми другими участками в зоне. Это та самая больница, куда свозили первых пострадавших от радиации, то есть пожарных, которые тушили огонь на четвёртом энергоблоке, ну, фактически без всякой экипировки или с минимальным её наличием. Ну, здесь вот до сих пор сохранились такие вещи, которые очень сильно фонят. Например, вот этот вот кусок подшлемника пожарного. Сейчас мы проверим, какой у него фон. Ну, вот, уже зашкаливает. 16 тысяч, 18 тысяч, 23 тысячи, 26 тысяч. В общем, лучше здесь, конечно, долго не стоять и не находиться. Это ток-шоу «Слово за слово», где право говорить имеет каждый. Меня зовут Александр Карлов. Здравствуйте. Итак, мы сегодня говорим о чернобыльской трагедии. Я хочу пригласить сюда, в эту студию, нашего журналиста Илону Линнард. Илона, прошу вас, проходите. Узнаем, чем обернулась для Илоны поездка в зону отчуждения чернобыльской АЭС. Проходите, пожалуйста, Илона. Мы накопили за все время пребывания в зоне отчуждения, это три дня, мы накопили 1500 микрорентген в час. В принципе, это перелет на реактивном самолете из Москвы до Нью-Йорка. Ну, конечно, там самое жуткое место – это больницы, которые показали. Потому что туда свозили ликвидаторов, и там остатки экипировки бинты, которые в крови, в йоде, которые снимали вместе с кожей, отходили от тел. Место, конечно, леденящая душа. Понятно, спасибо. Тимофей, вы же тоже там были не так давно, буквально три года назад, да? Да. Разнятся, интересно, ваши впечатления? Понятно, что сейчас уже туристическая отрасль, после выхода множества фильмов, компьютерных игр, это стало меккой для игроков, по крайней мере. А что было три года назад? Ну, я, наверное, должен сказать, что не только три года назад, а и вообще зона – это очень опасное и действительно серьезное место. Платить за туристические поездки туда не нужно, потому что любой человек может попасть туда абсолютно бесплатно. По требованиям МАГАТЭ соблюдается политика открытости. Но это было раньше, Тимофей, сейчас это уже не так. Мы с вами это обсуждали. Ну, сейчас в Украине вообще происходят странные вещи. Вообще соблюдается политика открытости, поэтому каждый человек может посетить зону катастрофы Чернобыльской АЭС и посмотреть, что там на самом деле происходит. У меня там довольно много друзей-ядерщиков, которые еще не уехали. Они там живут? Ну, в том числе. Там не живут постоянно, там живут вахтовым методом. И хочу сказать, что, конечно, происходят там ужасающие вещи. Ну, например, техника, которая участвовала в тушении, была направлена преступными властями Украины в АТО. И, соответственно, весь путь следования этой техники теперь требует дезактивации. Саму технику нужно где-то выявлять и захоранивать. Это, мягко говоря, опасные вещи. Я видел, по-моему, на спутниковых снимках показано, как меняется вот эта стоянка техники. Ну, конечно, они же не соображаются, чем имеют дело. Поэтому они рыбу ловят, а рыбу эту можно ловить, можно ее ловить, и есть даже можно, но один раз. Потому что, скорее всего, человек, поевший этой рыбы, погибнет не от радиации, а от тех химических веществ, которые эту радиацию испускают во все стороны. Они все очень ядовиты. Поэтому прогулки по Чернобыльской зоне, на мой взгляд, должны быть ограничены. Человек должен несколько раз подумать, прежде чем это совершить. Ну, и кроме всего прочего, я хочу сообщить, что у Илона, очевидно, был сопровождающий, ведь так? Да, был официально сопровождающий. И этот сопровождающий, конечно же, имеет отношение к спецслужбам. Я надеюсь, что к каким-то более-менее серьезным. И, конечно же, имеет отношение к Министерству по чрезвычайным ситуациям. Так ведь, да? Так, все правильно. И он называет себя экскурсовод, чтобы иметь возможность брать деньги. Но на самом деле он делает это бесплатно, ему за это платят государства. Это ток-шоу «Слово за слово», где право говорить имеет каждый. Сегодня мы вспоминаем чернобыльскую трагедию. И говорим о мифах, с которыми связано множество уже, знаете, даже произведений и искусства, в том числе и кинематографических, как я уже сказал, игровых. Огромное количество художниками выдумано всевозможных монстров. Но вот опять же, фактические записи, например, огромные самы, которые плавают в Припяти, которых можно, видимо, поймать и съесть, но только один раз в жизни, как вы правильно сказали. Это не мутация. Мутации там все-таки отмечены или нет? Вот хотелось бы у Александра Андреевича спросить. Про мутации. Вот эти все истории о коровах с двумя головами, о каких-то странных гипертрофированных собаках. Мы очень сильно недооцениваем влияние радиации. И природный, и особенно то, что натворил человек, вот правильно Тимофей говорил о том, что это ужасно на самом деле то, что происходит. И самое ужасное – это то, что из этого не делается никаких выводов. Всегда все государства стараются спрятать вот эти свои Чернобыли. Вот сейчас произошла фукусима, да? Вот я как физик знаю точно, и готов это подтвердить на бумаге расчетами, что она в четыре раза хуже Чернобыля. Фукусима произошла сейчас, а Чернобыль 30 лет назад. Поэтому нечестно, мы присоединяемся 30 лет назад, чтобы водить туда экскурсии. Вы скажите, чему-нибудь научились вот те же японцы у нас, глядя на Чернобыль, который весь мир смотрел на этот ужас? Нет, не научились. Точно такая же ошибка. Это еще хуже, так сказать, японцы, в отличие от нас, которые героически бросились этот Чернобыль закрывать своим телом. Японцы просто стояли и смотрели, как там все подыхает. Я хочу сказать, что в 1986 году в Москве было всего лишь навсего максимум два десятка аппаратов УЗИ ультразвуковой диагностики. Говоря про те зоны, про сельские районы Белоруссии, Брянской области, Калужской области, даже в 90-е годы, когда туда уже приезжало несколько десятков экспедиций врачей, профессоров, академиков, чтобы проводить обследование населения, которое подверглось воздействию радиации, еще тогда только-только впервые появлялись какие-то сложные диагностические тесты, которые позволяли бы оценить состояние здоровья, заболеваемость населения раком. Говорили о мутациях, но я сам принимал участие в одной из экспедиций в Гомельской и Могилевской области через год после катастрофы. За год выявили четырех подростков, больных раком щитовидной железы. До этого в этих областях в течение нескольких десятилетий таких случаев не было. Примечательно, что рак щитовидной железы у этих подростков сопровождался метастазами в кости. Но... Но говорят, они же все пили коровье молоко отзыва. Но для того, чтобы при популярной фолликулярной... Если я могу рассказать, механизм этой мутации. Для того, чтобы фолликулярный или популярный рак щитовидной железы сметастазировал в кости, должно пройти время без, без, а всякого лечения, 10, 12, 15, 20 лет. То есть эти люди, которые стали пациентами, они, скорее всего, не получали необходимых диагностических вмешательств тогда, когда у них эти заболевания получились. Да потому что возможностей таких не было. Ну, наверное, нужно сказать о том, что цезий и стронций не присутствуют в природе. Поэтому у человека не существует механизмов локальной защиты. Но мы от этих ходим. Сейчас, одну секунду, я расскажу про мутации и продолжим. Значит, человеческий организм воспринимает цезий и стронций как фосфор и кальций. Соответственно, эти два вещества встраиваются в кости. И уже оттуда продолжают бомбардировать части ДНК. Да, и получается то, о чём рассказал только что коллеги. Но у цезий и стронция период полураспада три десятилетия. И мы ждём повреждающие действия цезии или стронция у наших будущих коллеги. Совершенно с вами согласен. Но мы говорим о периоде полураспада. Значит, полный распад. Это 60 лет. И всё это в случае, если норма превышена в один раз. Как раз в том-то всё и дело, что он распадается всё время. И в костях, и главное, в щитовидке. И это в случае, если норма превышена в один раз. А норма превышена в 16 тысяч раз. Да, вот именно. Поэтому время, о котором мы говорим, время экспонирования этой длительной мутационной активности, оно, естественно, пролагирует. Это ужасающие цифры. Спасибо большое. Максим, да, прошу вас. Становая тяга у призывников сейчас на четверть ниже, чем от моего призыва. Я видел эти цифры. Следующий момент. Вы можете показать в лесу бродящих, так сказать, вот, вот, как в кусткамере Петровской. Выложите, пожалуйста, выловленных в природе, добытых в природе мутантов. Нету их. Нету. Дальше. Если бы рыбы были отравлены, они что, вот такие бы на размеры бы на... Естественно. Это зависит от скорости метаболизма. Они же не теплогромные. За 30, подождите, за 30 лет. Это очень важно. Если рыба, после съедения которой ты погибаешь, напитана ядом, она что, могла принять такие размеры? Естественно. Никто не говорит, что это не трагедия. Трагедия заключалась не в атомной энергетике вообще, а в управленческом хаосе, бардаке, неорганизованности. Слава Богу, из этого-то уроки вынесли. Больше атомные электростанции не эксплуатируют дилетанты. Но, вот те картины, картины бродящих монстров, выскакивающих из-за угла, я не знаю, каких-то помесей, нет. Посмотрите на Хиросимус Нагасаки. Тут я с вами абсолютно согласен. При том, при том, что выброс, при том, что выброс. Прямо меня за сетами пробовали. Я думаю, что это было в 30 раз больше, чем... Согласен. Давайте еще одного нашего эксперта подключим к нам. По скайпу у нас Георгий Викулов, врач-иммунолог. Георгий, здравствуйте. Как вы нас слышите? Здравствуйте. Слышу я вас отлично. Как вы считаете, действительно, мы до сих пор своим здоровьем расплачиваемся за то, что произошло тогда в Чернобыле в 86-м году? Дело в том, что надо вспомнить такие важные достижения последних лет. Когда случилась авария, фактически многие вещи, они были недооценены. Они были осмыслены и только сейчас, в отдаленном периоде, появилось большое количество работ, так называемых медицинских последствиях. Это не только аварийно-спасательных работ, то есть последствия стахастических, наиболее опасных. Это связанных с онкозаболеваниями, с преждевременным старением. И это, во-первых, сначала думали, что только индукция раков щитовидной железы. Но оказалось, последние популяционные исследования серьезные показывают о том, что это не только увеличение частоты рака щитовидной железы, но и других онкозаболеваний. Это первое. Второе – это открытие последних лет, которые, связанные с исследованиями малых доз облучения, долгое время говорили о полезности малых доз. Но и эту парадигму пересмотрели, потому что открыта беспороговость ионизирующего излучения. А мы с вами говорим о гамме излучения, которое является проникающим. И, соответственно, влияние на аберрацию хромосом. То есть, на самом деле, работы, которые показывали то, что уже происходит изменение в хромосомах, они были уже в первые 10 лет после аварии. Просто в настоящее время мы можем на новом уровне проводить подобные исследования благодаря появлению современных технологий. И еще очень важно хотел подчеркнуть, что на базе Института иммунологии была организована первая экспедиция в Советском Союзе под руководством профессора Радовской Ида Васильевны. И причем врачи поехали как раз туда, непосредственно в эпицентр, обследовали людей. Они привезли большое количество проб. И уже тогда начались масштабные иммунологические мониторинги. И он продолжается по сегодняшний день. А почему тогда, Георгий, я вас перебиваю, извините, почему тогда Всемирная Организация Здравоохранения говорит о том, что нет, никак чернобыльская авария не повлияла на здоровье граждан мира? Я не знаю, на кого вы в данном случае ссылаетесь. Я был на 20-летие Чернобыля, которое проходило в Гомеле международная конференция, на которой присутствовали представители МАГАТЭ, ВОЗ, присутствовали ученые из Японии, из европейских стран, и ученые из Украины, из России, выступал там с докладом и обменивались мнениями. И на самом деле не было таких жестких высказываний, что не было никаких последствий. Наоборот, как раз все радиационные аварии, которые были до и после событий в Чернобыле, их сравнивают как раз по шкале аварий. То есть как раз чернобыльская авария, она относится к категории максимальных аварий, которые человечество пережило, то есть техногенных радиационных катастроф. Спасибо большое, Георгий. Спасибо огромное. Я напомню, что у нас на связи был Георгий Викулу, врач Емунолод. Илона, к вам вопрос. Вы ведь общались там с людьми, которых эвакуировали как раз в 1986 году. Там были женщины, что называется, на сносях. Что они рассказывали? Как, во-первых, эвакуация происходила? И что потом с ними, со здоровьем с их происходило? Ну вот одна женщина, она сейчас живет в Славутиче. Это вот город, который был построен как раз взамен Припяти. Она была беременна, когда их эвакуировали из Припяти. В общем-то, про эвакуацию она рассказывает, что все происходило довольно спокойно, никакой паники не было. Но, в общем-то, конечно же, их держали в таком анклаве неведения. Телефоны были отключены, то есть они не могли никому даже позвониться. Да не было тогда мобильных телефонов. В городские были отключены, конечно. Так вот, она рассказывала, что, в принципе, заставляли делать даже аборты, у кого маленький срок. Она все равно родила, то есть она каким-то образом все-таки поборолась за жизнь своего малыша. Ну, в общем, ребенок родился, она рассказывала весь в мелкой сыпи и без одной почки. Ольга, вы же тоже жили неподалеку от того места, где произошло все это дело, да? И вы наверняка, как-то, у вас есть какая-то своя история, связанная с тем, что там происходило. Да, в 86-м году мой отец служил в маленьком городке Макаров-1. Это примерно 70 километров от зоны катастрофы. И, вы знаете, тогда были майские праздники на носу, и штаб, чтобы не допустить паники в нашем городе, заставил даже женщин вывезти детей именно на демонстрацию. И я этот хорошо день помню. Этот день, он был такой достаточно пасмурный, ветреный. И первые дни моя мама была начальником общепита в этом городке, поэтому, в принципе, женщины все работали под ее началом. И когда стала просачиваться первая информация о том, что случилось, люди стали в панике пытаться выбраться из города хотя бы, чтобы вывезти детей. Но все машины у нас разворачивали. И все, что приходило в город, было тщательно проверялось. И если там какие-то продукты приходили, их тоже разворачивали и уничтожали. В наш город приехали сразу пожарные машины, дезинфекторы, которые стали проверять все помещения. У нас особенно пострадал госпиталь в городке. Его тщательно отмывали, и тогда люди поняли, что что-то происходит очень серьезное. Были данные о том, какой фонд в этот момент в городе? В среднем? Ну, сейчас сложно говорить, потому что вся информация тогда скрывалась. И мои родители смогли нас вывезти только через 10 дней. И тогда люди сидели на чемоданах, и они смотрели, если кто-то вырвался из города и не вернулся, все массово покидали. Хотя, естественно, вынуждены были возвращаться. Дальше мои родители прослужили еще 4 года в этом месте. Что касается беременных, действительно, и мама такое рассказывала, что женщин заставляли делать аборты. И у мамы была сотрудница, которая была беременна, и у нее где-то было 5 месяцев беременности. Она родила раньше времени, и ребенок погиб. Спасибо большое, Ольга. Многие из нас жалуются на апатию, на какую-то головную боль, на усталость. Каждый второй жалуется на недомогание. Вообще, кто-нибудь из нас задумывался когда-нибудь, какую долю радиации мы с вами, не находясь в опасных зонах, получаем ежедневно? Задумайтесь, посмотрите на экран. Мы вызвали в обычный офис специалиста независимой экологической экспертизы. С помощью специального прибора он провел замеры и сделал вывод. Значение фона 0,37 микрозигурт в час с погрешностью 5%. То есть фон больше предельно допустимого на 0,07 микрозигурт в час. Это, конечно, уже может представлять опасность при очень продолжительном воздействии на организм человека. Допустимый уровень фоновых значений в Москве 0,3 микрозигурта в час. На рабочем месте превышение нормы в два раза. Выходим на улицу. Прибор в центре Москвы никаких отклонений от нормы не улавливает. Спускаемся в подземный переход. И тут аппарат резко меняет свои показатели. Вот эту разницу всю видит только прибор специальный. Соответственно, если, ну, например, кто-то наворует такой камень себе, делает дачный домик, то человек, конечно, очень сильно, скажем так, очень много за это заплатит своим здоровьем. Такое постоянное воздействие, можно сказать, и на составе крови, и на здоровье детей. А если, допустим, супруга беременная, то это на здоровье развивающегося малыша скажется сильнее всего. Мрамор, гранит, оптическое стекло и различные металлы. Вот потенциальные источники радиации. Они накапливают в себе гамма-излучение и при постоянном контакте человека с ними представляют реальную опасность. Правда, последствия такой радиации человек ощутит только через несколько лет. Начинается, в принципе, все эти последствия от легкого недомогания. Потом у мужчин может наступить временное половое бесплодие. У женщин временное не наступает. Наступает сразу постоянное, но при гораздо более высоких значениях фона. Дальше, соответственно, все это может сказываться даже не на здоровье конкретного человека, а на здоровье, например, его потомков. При этом далеко не обязательно, что в первом поколении могут возникнуть какие-то мутации. Вот такая вот информация, которую нашли наши журналисты, вообще, конечно, становится страшной. Ездить в метро, летать в Соединенные Штаты. Послушайте, вот поправьте меня, уважаемые светилы науки. Ведь говорят, что не гамма-излучение самое опасное, а альфа и бета, которые попадают, если вместе с пылью или продуктами питания в наш организм, начинают уже распадаться в нашем организме и оттуда влиять. Так это или нет? Ну, во-первых, самое интересное то, что мы живем в мире, где есть естественная радиоактивность. То есть вот калий-40, который у всех в организме существует, да, в каждом из нас в секунду около 2000 распадов происходит, и, соответственно, столько клеток гибнет в нашем организме все время. Это, ну, ученые не могли доказать, что это вот нанесено атомной энергетикой и так далее. То есть это было, видимо, всегда. Дальше, начиная с вот этой цифры, некоторые считают, ну, вот последние исследования, я тоже читал эти исследования, о которых говорил врач-иммунолог, да, то есть оказалось, и малые дозы тоже влияют. Дальше большие дозы влияют страшно. То есть дозы, которые превышают, ну, по-старому, я не в зивертах говорю, а в рентгенах, то есть вот единовременное получение где-то 60 рентген, оно приводит к резкому увеличению количества уродств, у потомства и онкологических заболеваний. А между 50 и 60 вы говорите? А между 50 и 60, да, как ни странно, по исследованиям показано, что состояние здоровья лучше. То есть японцы очень тщательно промерили, кто где стоял во время взрыва, промерили, кто сколько получил, и вот до нынешнего времени, уже больше 60 лет, проверяют, так сказать, 70 лет, да, что же с ними происходит. Вот есть некоторый отрезок, действительно, где даже заболеваний меньше, чем у остальных. Но между Хиросимой и Чернобылем есть огромная разница. Хиросима – это чистый взрыв, а Чернобыль – это грязная бомба. А по мощности они сопоставили. По мощности, да. Послушайте, вы помните, в 90-е, в начале 2000-х было очень, ну, как и очень модно, послушайте меня, в 90-е, 2000-е было очень модно покупать у специально обученных, я не знаю, как контор, эти карманные дозиметры. Мы даже с ними ходили в своё время на рынки, проверяли грибочки, проверяли ягодки, проверяли яблочки. Это не глупо. Потом мы наигрались, но сейчас же выясняется, что… Давайте пополам. Подождите, дайте я это говорю. Выясняется, что сейчас у тех же, не знаю, в голубике, в грибах, в чернике содержится огромное количество вот этих вот радиоактивных осадков, особенно если собрана эта клубника в Брянской и Калужской области. Как вот уберечь людей от того, чтобы вот при дороге увидел бабушку с ведёрком вкусные ягодки, взял, купил, получил какую-то дозу радиации? Я вам скажу самое интересное. Самые большие поглотители как раз вот этих самых тяжёлых радиоактивных металлов – это грибы. Грибы. Как ни странно, удивительно. У меня там один приятель, просто он работает в ядерной физике, он проверял каждый раз, что приносит после, и нашёл один гриб, который совершенно дико светил. Просто вот в подмосковном лесу, то есть от чего и почему, никто не знает. Он забирает в плодовое тело частичку земли. Он забирает… А земля там могла быть заражена, могла быть пыльным. Тем же самым каким-то либо пылью, либо могильником. Хорошо, но… Самую большую дозу радиации вы в Москве можете схватить на Лубянке, в районе КГБ, да, где гранитная облицовка, гранит, фанель. Вы съездите на НПО… Любой гранит, фанель. Вопрос. Я хочу сказать, я родился в мире повышенной радиоактивности. Вот давайте так, я 66-го года рождения. Пика радиоактивности вообще земной фонд достиг в 63-м году, когда с 45-го года по 62-й год было взорвано около четверти тысячи ядерных боеприпасов. И термоядерных, под подчеркиваю, и просто ядерных, атомных. Пожалуйста, я родился в эпоху повышенной радиоактивного фонда. Даже Чернобыль, в НПО Радон, я видел этот график, природный вообще фонд земли не достиг того, что было в 63-м году. Я на мутанта не похож. Я думаю, в зале сидят люди, которые родились в 50-х годах и начале 60-х. На них это не сказалось. Катастрофа в Чернобыле была трагедия, но ее последствия не имеют ничего общего с тем, что нам нарисовали. Эту катастрофу специально использовали для того, чтобы расколоть Советский Союз. И надували эти страсти. Сейчас я вижу возвращение к этому. Нет, секундочку. Спасибо, спасибо. Ему новость. Спасибо, Александр. И следующий момент. Простите, а вы знаете, почему погибают люди? Вы посмотрите, сколько в продуктах вот этих номерных Е. И посмотрите, с чего они делаются. Сейчас всплеск раковых заболеваний. Извините, из каменноугольной смолы, когда вы едите добавки в пищу, фальсифицированной пищи, там, где мяса нет фактически, там 10% в этой колбасе мяса. Давайте посмотрим на разные факторы, которые влияют на нашу... Понятно. Хорошо. Давайте перейдем к следующему. К следующему. Несмотря на то, что заражена почва там довольно серьезно, это не то, как у нас в Подмосковье, несмотря на то, что там... Я ела там и грибы, и яблоки. Вот, грибы и ягоды там тоже растут. Послушайте, мы хотим привести как раз, Илона, к вашему сюжету, прошу прощения. Вот вы там же снимали много материала. Давайте посмотрим на экран про людей, которые живут в зоне отчуждения и никуда тут не уехали. Посмотрите. По неофициальным данным, в зоне отчуждения проживает более 5000 человек. Евгений Федорович Маркелов прожил в эвакуации только 4 месяца и снова вернулся в родной дом, в Чернобыль. Мы в последний раз пригнали себе и козу даже. Даже если я ее сзади подталкивал, чтобы она не отставала, не хочет, сочковала, не хотела идти. Вместе с женой они живут своим подворьем, сажают огород, ухаживают за садом и разводят курочек. Я и не уезжаю. Конечно, он и жену заставил. Она тоже не хочет ездить в Киев в свою собственную квартиру. Мне тут лучше. Тут на рыбалку ходит. Она мне командует, когда на рыбалку ходить. Когда не ходить на рыбалку, она командира не остала. Вы же сидели с ними за одним столом, вроде бы, да? Чай пила и джем из яблок местных ела. Не страшно было? Нет, не страшно. Они не похожи на мутантов. Кто, грибы или люди? Нет, люди не похожи очень-то. Нет, не похожи. А вы сами не видите, что не похожи? Более того, Евгений Федорович, ему 80 лет. Как вы можете объяснить столь удивительную продолжительность жизни при средней... Ну, если вам интересно, легко объяснить. То есть, чем старше клетки, тем они меньше действуют на радиацию. Самое страшное как раз для молодых и беременных. Вот именно поэтому, кстати, в Чернобыльскую зону не пускают подростков и детей до 17 лет. И правильно дело. Потому что, да, что это влияет очень сильно на молодой организм. То есть, старикам ничего не грозит? Ну, говорят, что ничего. Грозит меньше. Ну, действительно, ничего. Старикам очень не грозит. Ну, так, и вторая голова не вырастет, да. Они сформировались уже. Ну, вот, а онколога есть какое-нибудь еще объяснение? Или действительно защитные силы организма в этом возрасте? Вы знаете, вот миф о том, что возросла частота раковых заболеваний в территориях, которые были подвергнуты последствиям Чернобыльского взрыва, этот миф немножко гиперболизирован. Понятно. Хорошо. Я хотел бы сейчас передать слово снова Георгию Викову, врачу-иммунологу. Георгий, есть что добавить по фактам, которые сейчас здесь прозвучали? Да, мне есть что добавить. Дело в том, что я работаю более 15 лет с людьми, которые были в том числе с первых дней аварии, и с гражданскими, и с военнослужащими, и знаю проблемы, что называется, из первоисточника. Во-первых, я хочу сказать, что помимо проблем радиофобии, которая, к сожалению, сформировалась с советского времени, я не могу не согласиться с высказыванием, что нет достоверных сведений. Есть как раз достоверные данные, которые получены именно в результате специальных исследований, популяционных. Есть регистры. Долгое время специалисты биофизики утверждали, что малые дозы полезны. И у нас есть сведения, в том числе паспортированные. То есть как раз, когда ликвидаторы, то есть те, кто участвовал в аварийно-спасательных работах, им прописывали дозы облучения, которые они получили. В среднем это малые или средние дозы облучения, то есть в пределах 25 рентген. На самом деле, по старым, что называется, цифрам. На самом деле, вот эти дозы, как оказалось, именно на популяционных исследованиях, а мы такие тоже исследования проводили в Москве, они вот именно в отдаленном периоде, в 4-5-5-5-летие, мы видим, во-первых, ускорение преждевременного старения, большее число сердечно-сосудистых, тяжелых, инвалидизирующих заболеваний. И на самом деле мы получили достоверные сведения, и не только мы, не только мы, о том, что увеличивается частота онкозаболеваний. Это первое. Второе, что я еще хотел добавить, те люди, которые непосредственно участвовали в аварийно-спасательных работах, они сразу после выхода из этих работ почувствовали, многие из них почувствовали изменения в состоянии здоровья. Кто-то набрал массу тела, кто-то сильно похудел. И на самом деле вот с того момента у них начались большие проблемы со здоровьем. Это второе. Третье, что я вам хотел еще отметить, то, что на самом деле те работы и те методы, которые применялись в 86-м году, в конце 80-х, в начале 90-х, мы эти методы сопоставляли с современными методами иммунологической диагностики, оценки иммунного статуса. То есть пока что, Георгий, простите, пока что непонятно, все-таки приносит это однозначный вред или однозначную пользу. Ну, если сравнивать, например, у нас в Москве у всех подорван иммунитет, а вот в Припяти, например, живут люди, доживают до 80 лет. Вот и пожалуйста. Техногенное облучение, оно не приносит пользы. Это техногенное тотальное облучение. Люди, которые были в молодом возрасте, 20-25 лет, участвовали в аварийно-спасательных работах, они все имели очень тяжелые заболевания, у них сократилась продолжительность жизни. Многие из них ушли уже из жизни. Техногенное облучение не может принести пользу. Да, долгое время говорили об эффекте гармезиса, что малые дозы, и потом человек, получая их, он может переносить более большие дозы облучения в последующем. Но это далеко не для всех людей. Почему? Очень важный момент сейчас, я вам сейчас скажу. Потому что у людей разная радиочувствительность и радиорезистентность. И только сейчас стали возможны такие исследования. Они очень дорогостоящие, и, к сожалению, пока не финансируются в достаточном образом государством. Спасибо, Георгий, очень важное замечание. Спасибо большое. Давайте отвлечемся от техногенной радиации хотя бы на несколько минут. Вот правильно Илона сказала. Перелет из Москвы в Нью-Йорк, это та же самая доза, что можно получить, живя рядом с... Да, абсолютно. Ну, на гору и с чем подняться, да. Но только это зависит от времени экспонирования. Мы же не можем находиться постоянно на горе, потому что там, например, воздуха нет. Поэтому у нас радиация не задевает. Но вы часто летаете? Вы часто летаете, правильно? Вы часто летаете, правильно? Я летаю постоянно. Вас вот это не пугает? Потому что радиация постоянно на вас воздействует. Например, инженер, который руководил в тот день экспериментом, он уже выжил, а его коллеги погибли. Это чисто индивидуально от каждого человека. То есть все зависит... Он же не просто отлежал, он уже и погибли. Слушайте, ну даже пилоты, которые постоянно летают, они не набирают норму радиации. Вот сколько у нас норма для работников ядерных АЭС, да? Это два рентгена в год. Они этого не набирают. Те, которые работают, понимаете, пилоты. Ну, о чем мы говорим? Здесь тоже можно отнести вот эту историю в разряд мифов. Хорошо. На Лубянке гранит. В метро спускаешься повышенное количество вот этого излучения. В домах находят какие-то радиоактивные точки. Продукты радиоактивные. Успокойте нас. Скажите, что те дозы, которые мы получим, либо опасны для нашей жизни и потомства, либо не опасны. Не надо спать на границе. Они не опасны. Я сказала, два рентгена в год. Томограмма. Томограмма, брюшка, полость. Есть энергетический эффект. Когда ты получаешь небольшой дозу, но у тебя есть еще один фактор негативный, и радиация усиливает его. Ну, это нелинейный. Нет, радиация вредна по-любому. Дайте я просто скажу. Любая. Да, любая. Это ясно. Второе. Не меньше радиации убивает на типу пандемии. Нагнетание страха и ужаса. Вот это правильно, да. И прочее. Это другое. Вспомните обстановку 1986-1991-го. Это страшно. Я не хочу этого переживать. Это просто пандемия была. Страх. Сколько людей умерло просто-напросто от деморализации. Все-таки мы очень сильно зависим от своей головы. Ну, вот Александр Владимирович говорит, что... Сейчас, подождите. И третий момент. В современной медицине есть советская технология. Получение, простите, стволовых клеток из пуповинной крови. Пожалуйста. Это прекрасная терапия от последствий радиации. Почему в Российской Федерации, а денег навалом, извините, строятся, какие-то олимпиады проводятся на 50 миллиардов долларов. Почему не построены мощные центры, клеточные, вот это, значит, стволовые терапии стволовых клеток. Для того, чтобы ликвидировать вообще последствия того, что случилось. Да, я знаю, что в Брянской области, сколько там щитовидки, заболеваний. Там должны быть построены... Хорошие вопросы прозвучали. Спасибо. Максим, давайте кто-нибудь ответит на ваши вопросы. Ну, вот опять же... Максим, я возражу только одно. Что радиация разрушает клетки организма. Клетки, когда разрушаются, это полезно? Нет. Вы только что сказали. Вы только что на вас сказали. Любой из биологов. Да, наш организм сложный. Да, он борется с этим. Да, это все у нас заложено миллионы лет в нас, чтобы мы с этим боролись. Но, если радиации меньше, организму нашему жить лучше, наоборот. И радиации больше, и... Возможно ли вообще радиацию убрать? Чего не скажешь о стволовых клетках. Хороший вопрос. От них бывает такое вырастает. Да, возможно. Если вам интересно, я как раз работаю над веществами, которые уменьшают. Вы только что сказали, вы сказали, японцы... Простите за дилетантский вопрос. Максим, простите меня за дилетантский вопрос. А солнечную радиацию куда девать? Самое интересное, что с солнечной радиацией раньше всего начали бороться. Вон, кремы в любом... А, окей, а медицинская радиация? Вот я не договорил, томограмма брюшной полости, это 10 тысяч миллиаренген. Правильно, да. Один рентген. Это вредно. Понимаете? Вредно. Это вредно, когда это проводится не по показаниям. Когда есть показания, то следует... Значит, надо все переселиться под землю, выбросить оттуда ураны. Нет, под землю нельзя, там метро, там очень... Гранит надо убрать вообще, будет чисто. Я вам хочу сказать, чем отличается радиационный загар от солнечного? Тем, что радиационный человек не чувствует. То есть под одеждой ровненько загорает все тело. Дело в том, что во время восприятия солнечной радиации происходит активная денатурация белка. То есть вот когда у вас кожа сходит. А какого белка тогда укажите? Потому что это вы немножко... Я думаю, это будет сложнее, друзья, наши зрители. А если мы говорим о радиации, которую человек получает в зоне, например, отчуждения, если идет близко к четвертому энергоблоку, вы, кстати, сказали, что там у вас 234 микрорентгена. Насколько я понимаю, там, во-первых, в зивертах показания, а во-вторых, если говорить о рентгенах, тогда милле. Это разные вещи. Милле, микро, нано, пико, там всякие дела. Микрорентген, а не миллерентген. Да, вот милле, на самом деле, они микро. Мы путаемся уже в терминалу, помню, радиации уже в этом месте. Пикерели, зиверты, рентгены, это действительно... Вопрос всех домохозяек и домохозяев, которые планируют свой летний отпуск. Ну, полептят они на море на какое-нибудь теплое, понимаете? Пусть не боятся. Жарятся под солнцем. Они нахватаются этой радиацией солнцем? Это вредно или нет? Нет, это не вредно. Не вредно. Дело в том, что в солнечном излучении всего несколько лучей спектра, которые вредны. И солнечный загар, КРМ снимает это полностью для загара. Вот и всё. И проблем-то нет. Ультрафиолетовый спектр очень вреден среди солнечного излучения. Про радиацию, если, конечно, человек не оказывается в Поднебесной, я думаю, что уровень радиации на Земле будет абсолютно нормальным. Я хотел ещё сказать по раку считаю дни железы, потому что эта проблема очень остро стоит для населения, для людей, которые населяют центральную часть России, современную Белоруссию, Украину, Польшу, Скандинавию. У нас в пище имеется недостаток йода. Его нет в воде, его нет в продуктах питания. В советское время этот недостаток, помните, была соль, она называлась экстра, она была ядированная соль. И сейчас есть продажи ядированной соли. И именно такая. Раньше была только экстра, а теперь очень много разных солей. Многие из них не содержат микроэлементы йода. Тот гипотиреоз, который вызывает дефицит йода, тот дефицит, который сопровождается в течение 5, 10, 15, 20 лет, когда-то может привести к раку считаю дни железы. То есть препараты, содержащие йод, в качестве профилактики принимать нужно всему населению земного шарика. Я думаю, что не препараты, а нужно просто в пищу употреблять ту соль, которая ядирована, но для центральной части России совершенно точной. Это ток-шоу «Слово за слово». Мы сегодня вспоминаем чернобыльскую трагедию, которая произошла 30 лет назад. Но по данным МЧС, например, количество населенных пунктов загрязненных радиаций в результате вот этой трагедии, чернобыльской уменьшилось с начала 90-х годов в два раза. И вернули в хозяйственное пользование, в хозяйственный оборот, около 30% земель. Значит, есть какая-то технология, которая позволяет бороться с последствиями такого рода техногенных катастроф. И мы всерьез взялись за экологию. Можно об этом говорить или нет? Я хотел бы, Александр Петрович, вас выслушать. Ну, во-первых, так сказать, я не всегда верю статистике, которая официально у нас распространяется. Так сказать, что вот вернули, потому что там нет никакой опасности. Я думаю, что вернули просто потому, что нужна пахотная земля, в которой... А другой пахотной земли у нас нет. А потом вы спрашиваете про способы устранения этой опасности. Сейчас вы договорите, Александр Петрович. И нужно снять 7 метров грунта. Это способ. Да. Поэтому, так сказать, здесь, я думаю, что здесь абсолютно политические причины, никаким образом не относящиеся ни к здоровью людей, ни к радиации, ни к чему похожему. Ну, хорошо. Как можно очистить поверхность, кроме вот этих 7-метровых выборов плодородного грунта? Она естественным образом очищается. Дело в том, что вот цезий, он очень хорошо растворяется в воде, его соли уходят дальше в Днепр и в Чёрное море накапливаются там. Отлично. Все, кто собрался на Днепр, они все на Чёрном море, они заметку возьмут. Некоторые части у них уходят в подземные воды, которые, соответственно, потом в колодце и так далее, и их обнаруживают там. Ну, слава богу, прошло 30 лет, это ровно период полураспада. Их стало в два раза меньше, так что нам надо радовать. Ну, распад же идет. Хорошо. А что делать для того, чтобы люди, которые так или иначе подвергаются и в быту, и в перелетах, пусть это не страшно, и вот, например, машинисты метро каждый день туда спускаются, что нужно делать для того, чтобы каким-то образом улучшать их здоровье и бороться с их возможным накоплением той самой радиации? Прежде всего, каждый человек должен... Кроме юдированной соли. Кроме юдированной соли нужно ввести очень банально здоровый образ жизни. Не переедать мясо, не запивать его пивом, не курить, заниматься спортом, съедать один килограмм овощей в день, ну, за исключением картошки из ресторанов. В которой, кстати, тоже может содержаться радиация, что интересно. Кстати, вот эти вот нехитрые диетические приемы, когда мы ограничиваем себя в мясе, ну, съедаем 50-100 граммов в день, это меньше, чем полкило в неделю. И потребляем большое количество овощей и фруктов, килограмм в день надо съедать. Мы снижаем риск заболевания раком желудочно-кишечного тракта практически в два раза, около двух раз. Понятно. Ну, вот опять, все было хорошо, если бы этот килограмм овощей и фруктах не содержал бы радиацию, повышенный радиационный фон. Нет, ну вот... У меня к вам есть вопрос. У меня есть ответ. Хорошо. Я знаю, что у вас всегда есть ответ на любой вопрос. Смотрите, произошла чернобыльская трагедия. Да, я знаю, первые испытатели ядерных бомб, они практически все сгорели на этих испытательных полигонах, потому что никто не знал, чем это может грозить для живого человека. Произошла фукусима. Что еще должно произойти на планете, чтобы люди каким-то образом задумались о дополнительной, может быть, безопасности той же самой ядерной энергетики? Нет. Или мы обречены? Или гонка вооружений, ядерная энергетика спалит нашу землю? Подождите, ядерная энергетика не принимается? Я Александру Андреевичу задаю вопрос. Я думаю, что просто должно произойти у людей осознание того, что все-таки та ядерная энергетика, как он в виде, она существует сейчас, она вредна и опасна. Потому что не только у нас. То есть на самом деле и вот Тримайл остров в Америке, да, Фукусима, Чернобыль, должны чему-то научить, и в конце концов люди должны понять, что это опасно, что надо подумать, не забрасывать исследования по атому, наоборот, развивать именно учебную, исследовательскую работу, чтобы понять, что можно, наконец, делать безопасные и хорошие реакторы, если в будущем понадобится действительно энергетика для людей. Ну а сейчас я могу сказать очень простую вещь. Я вот придумал делать воду без тяжелых изотопов воды, и она оказывает потрясающее действие на людей. Оказывается, если меньше изотопов мы потребляем, оказывается, жигом гораздо лучше. Вы знаете, какая мысль меня не покидает до сих пор? Вот самая страшная мысль о том, что человек за все свои несколько тысяч лет так называемой эволюции, технического прогресса, не научился делать ничего, кроме как сжигать топливо и кипятить воду. Ну, вдумайтесь. Угольные электростанции, паровые двигатели. Что дальше? Мы нефть научились сжигать и базут. Теперь мы научились сталкивать ядра, чтобы опять же вскипятить воду. Больше ничего делать не умеет. Ну, это вообще-то получение энергии. Я согласен с товарищем Белкой. Надо... Атомная энергетика в нынешнем виде, это энергетика первого поколения. Это реакторы-солдаты. Надо развивать дальше ее. Есть идеи, есть пути развития. Мы не можем отказаться от электричества, мы не можем уйти от цивилизации. Это первое. Второе. Давайте, кажется, меньше обращать внимание на фобии и мании. Когда Раухани был еще не президентом, а главой, по-моему, агентства иранской по ядерной энергетике, он приезжал в Москву, я был на встрече с ним. Он висел такой человек, говорит, в 86-м приезжаем в Германию, война шла у них. Покупать мясо, мясо покупать для Ирана. Немцы. Ой, как нас засыпал Чернобыль. Вы не представляете, как нас засыпал Чернобыль? Так что, у вас мясо не надо покупать? Не-не-не, у нас мясо чистое. Все нормально. Но Чернобыль нас засыпал. Давайте, давайте, деляйте. И третий момент. Человек должен сам себя, он должен стремиться к следующей расе, понимаете? Он должен сам себя совершенствовать. С радиацией можно бороться. А что дальше, как нас добыть новую энергетику? Давайте развивать исследования в сторону термоядерного синтеза. И низкоэнергетического, и высокоэнергетического. Все, человек не должен возвращаться из эту пещеру, он должен идти к звездам. Самая большая опасность, если мы погубим науку, станем новыми варварами, если у нас мозги перестанут развиваться из-за тотальной приверженности к компьютеру, и мы тогда действительно упадем. Очень не хочется становиться новыми варварами. Например,